всем привет друзья с вами варчик в этом видео я вам буду рассказывать свои мысли в бою почему я действовал о чем я думал и это будет очень полезно поскольку мы узнаем о чем же нужно думать во время боя от чего зависят те или иные решения итак давайте начнем с того что мы играем на карте карелия стандартный бой едем в штаны но штаны мы не заезжаем почему поскольку мы едем последним у нас один бат и леопард на другом фланге то есть у нас не все стешки поехали тем более я ехал последним а раз я еду последний то все снаряды которые будут лететь скорее всего полетят в меня поэтому я поехал за камешек с кустиком для того чтобы отстрелять по вражеским стэшкам которые будут заезжать в штаны то есть поначалу очевидно что в штаны мы не едем поскольку там нас будет меньше если враги поедут все поэтому мы не едем сливаться потому что нас там будет меньше также еще очень важно если мы не едем играть штаны и если враги выиграли штаны а штаны это подъем там где сейчас стэшки поехали вражеские и заехали наверх вот так называемые штаны потому что они похожи на штаны у них есть две штанины слева и справа заезды наверх и так если враги уже сверху заняли эти штаны то внизу находиться там где сейчас батчат и вообще в принципе в низине нельзя находиться если вверх занят вот здесь будет очень опасно и трудно выжить если верх занят врагами поскольку они просто от башни будут всегда убивать вас тем более что если верх занят то еще и с этой стороны враги все тоже на месте поэтому 430 у батчат и конвой который тоже вниз сюда поехал это уже так сказать мертвые союзники особенно конвой поехал туда вообще не очень плюс еще в бою 2 арты и в принципе этот фланг мы уже продаем отдаем потому что не только бат и 430 у нас не поехали сюда там еще и центурион не поехал короче у нас минус 3 ст 10 поэтому поскольку у нас меньше то нет смысла ехать сливаться потому что так будет еще хуже чем больше танков мы тут посливаем тем будет только хуже у нас здесь уже в принципе ничего особо не осталось еще туда и 7 поехал фуловый сливаться и в принципе все если бы мы туда вдвоем поехали то у нас бы преимущества в принципе все равно особо бы не было да и плюс еще неизвестно было в начале боя сколько врагов там будет поскольку врагов тоже не все стажки поехали прочитать будущее идеально не всегда получается в картошке насколько бы ты не был опытным игроком теперь отдавая фланг нужно вернуться назад поскольку в тех позициях выжить нереально плюс еще и прикрывать нас никто не будет у нас вся команда уехала на другой фланг поэтому мы едем назад поднимаемся наверх вверху играть от башни очень хорошо и мы можем там подсвечивать играть от башни встречать тех кто к нам будет ехать единственная проблема это те кто будут сдалека прикрывать если мы будем сильно выкатываться на край этого холмика на своей базе и арта арта всегда везде проблема вот у нас е50м подставляется в 2019 играть на е50м ну сомнительная затея сколько танк ну такой себе он и раньше то не особо ничем не выделялся сейчас тем более на девятом уровне лучше становиться и все что игрок нам и показывают на е50м что сейчас на них играют только те кто особо не заморачиваются игрой и так счет у нас 47 наши союзники все на другом фланге мы здесь дефим базу врагов здесь не так уж и много если посмотреть которые светятся на карте поэтому убегать нам никуда особо не надо наоборот нужно встречать и по одному врагов всех тут убивать хоть какое-то преимущество получать потому что дальше уже отступать некуда счет 48 и на том фланге особо делать уже тоже нечего поэтому стоим встречаем врагов тут и 7 упаруется чисто в меня даем ему по каткам с уроном он по-любому на стрельниц стреляет дает на 502 и у нас здесь тут сейчас альфа не пройдет плюс еще один выстрел кажется без урона дал но у нас тут есть союзник под рукой и в принципе все было хорошо убиваем и немножко пытаемся двигаться что борта через всю карту уверенно по нам не стреляла подвигались тут в конвульсиях неадекватно и дальше мы думаем что нам делать если бы сейчас телепортироваться на правый фланг там где сейчас батчат на арте сигнализирует нужна помощь было бы неплохо я в принципе так и подумал но пока мы тут что-то собирались уже стало очевидно что туда мы не доедем и делать там нечего это ошибка ехать направо мы там сольемся пока будем туда ехать и позиции там никаких мы не займем там делать нечего поэтому изначально было ехать налево это было правильное решение в принципе мы это делаем хоть и с опозданием едем встречать и рашить тех кто будет ехать слева поскольку справа точно мы ничего не сможем сделать а здесь у нас хоть какие-то позиции будут почему мы не остались наверху и не просто не начали встречать потому что нас сейчас бы уже начинала засыпать арта и принципе мы бы там особо не выстояли когда все враги со всей карты бы собрались сейчас все было хорошо мы разрядили бабаху ну как мы мой совзводный разрядил своим лицом бабаху и нужно было остаться здесь отдельно от наших врагов нужно было остаться отдельно в этом вот таком вот пространстве между красной линией и этими скалами нужно было остаться здесь для того чтобы одновременно на нас мог согреться только один враг и мог только стрелять один если мы выезжаем сюда то в нас могут уже стрелять и твп 430 а если мы здесь находимся за скалой то чтобы в нас стрелять надо находиться либо слева либо справа и по по итогу надо просто в нас въехать поэтому сейчас ошибка то что мы совзводный поехал вперед и он начал принимать пульки не только от бабахи который он уже наверху принял но и начал принимать еще и от стэшек я как потом свиной крыса стрел никуда не поехал потому что понял что в бочину получу но теперь поскольку в бочину никто стрелять мне не будет здесь твп на перезарядке надо ехать его наказывать пока никто его не прикрывает не спасает убиваем твп пока его никто не мог спасти кроме арты и опять поднимаемся наверх потому что наверху очень хорошо принимать там есть рельефики можно играть от башни и так далее гриль поднимается наверх он на перезарядке и наказываем его здесь ничего особо сложного нету нам нужно его просто наказать пока он на перезарядке все до этого момента в принципе все логично и легко ничего сложного нету то есть самого начала боя все идет по плану все поддается логике и думать было не сложно сейчас идет такой момент который немногие бы могли у себя в голове продумать он очень сложный рискованный и следующие действия решают исход боя скорее всего две арты находится далеко либо возможно где-нибудь подъехали на фланг и могут стрелять с очень неожиданных мест но в принципе это неважно 2 арты и 2 арты скорее всего они сейчас не поехали на захват поэтому их отбрасываем в сторону остается у нас из 7 который не участвовал в бою уже довольно таки долго либо он афк я размышляю либо он едет сзади е4 потому что он какая-то крыса и он там крысил где-то сдалека е4 атаковал все это время рубился поэтому я предполагаю что он более-менее активный игрок я потратил во время боя ремки и аптечки и они на перезарядке я сейчас жду пока не к дышится это не самое главное но одно из действий это то что я их жду следующее что я ждал это то что сейчас появилась на экране когда на захвате кто-нибудь появится и на захвате у нас появляется и 4 скорее всего по моей логике потому что он активно играл поехал вперед он приезжает на захват и скорее всего по моим размышлениям е4 будет ехать на захват с этой вот дырки он медленный неповоротливый он заедет на захват и поедет для своей арты скорее всего подсвечивать поедет подсвечивать для своей арты будет меня ждать с той стороны где я светился максимум чего он может придумать это стать в уголок базы и смотреть все равно в ту сторону где я светился я это у себя в голове придумал и решаю подождать пока станет он на захват об этом не на экране игра покажет и я придумал что проехал вперед и стал от башни встречать меня вперед он подставится бочиной если я проеду слева и думал сбоку но есть одна проблема это и 7 который может слева в этот момент выезжать потому что он скорее всего где-то сзади я выезжаю и в принципе все так и получается то есть до этого момента весь бой у меня в голове был продуман и ничего сложного не было сейчас я применяю свои эти самые невероятные мансевания от арты и сейчас у нас остается в принципе неизвестность у нас есть две арты которые скорее всего попробуют поехать на захват либо разъехаться как-нибудь со своей базы и остается еще из 7 который не осветился не участвовал и ничего не делал варианта 2 что он делает ну может быть 3 первые два варианта они принципе схожи это то что и 7 по какой-то причине выбыл из боя он афк перевернулся либо пьяный там где-то под лавкой сливается с местностью в общем не участвует в бою следующее это то что он где-то крысил настолько сильно что перекрысил и где-то до сих пор крысит неизвестно зачем я еду просто в атаку вперед поскольку хочу найти арту и убить я просто поехал вперед тут арта которая по моей логике могла ехать на захват ко мне либо менять как-то неожиданно позицию я ее в поймал убил и теперь собираюсь ехать на другой фланг почти всегда я так делаю особенно в конце боя и во всех играх во многих онлайн играх у меня какая-то привычка проверять разные направления разные фланги больше собирать информации потому что если у тебя информации нет или мало или ты вообще не понимаешь о чем думать то какие твои могут быть действия от балды случайны а когда ты делаешь все по инфе то у тебя все четко и так на одной фланге мы арту убили скорее всего 2 арта забоится на тот фланг ехать это надо быть мега продуманным там чуваком чтобы поехать на тот фланг где только что убили твоего союзника на арте опять же на арте я еду поскольку времени мало искать иса 7 в то место где он светился потому что скорее все он там где-то валяется день и светился потому что он видимо африк а находим мы со седьмого действительно он африк а через кустик сводимся стреляем убиваем и едем на захват базы либо убивать врага времени у нас достаточно на захват в стандартном бою надо минута 40 если вы в одному берете базу становимся на захват у нас как раз чуть больше минуты 40 все идеально по времени все четко следующее о чем думаю я куда мне стать на захват скорее всего с левого фланга арты не может быть разве что она стояла в яме под скалой где-нибудь я когда ехал не засветил я если она будет стоять в какой-нибудь дыре и она может выехать сзади меня но это очень очень необычно я об этом подумал в бою но отбросил этот вариант поскольку он ну какой-то уж сильно нереальный хотя все может быть следующее о чем я подумал это то что арта скорее всего либо в штанах наверху либо в справа в канаве поскольку я светился с правого фланга убил арту она могла стать за поворотик и ждать когда я буду ехать чтобы мне в бочину стрельнуть либо она сидит наверху в штанах либо посреди болота потому что там я не ездил вообще я предполагаю что она с правой стороны поэтому занимаю захват базы так чтобы она в меня скорее всего не стрельнула самые очевидные места куда будет стрелять арта за укрытие вот сюда она может стрельнуть за барак либо под камень также еще есть палатка у нас ну и в принципе все я становлюсь в на и не очевиднейшее место просто посередине на краю базы также я подумал что скорее всего она ну если она мега умная может понять что я буду стоять здесь встречать на выступе подсвечивать ее поэтому чуть позже я отъеду правее стану в более конченное место чтобы ну наверняка уже даже нереально было догадаться что я стою здесь не знаю куда еще конченее можно было стать не становлюсь в край базы потому что там тоже можно но в принципе скорее всего она станет стрелять будет под укрытие это очевидно вот в принципе в этом бою мои мысли были такие и возможно вы теперь можете догадаться почему большинство игроков world of tanks не понимают что делают статисты и почему они так действуют потому что я сомневаюсь что целевая аудитория world of tanks размышляет также как я в бою при том что я далеко не самый лучший игрок в картошке но явно не слабый игрок но целевая аудитория в бою мне кажется думает только про чатик какие-то там пищу лички подписать в чатике про подкрученные бои думает еще про что-нибудь но явно не про то что происходит в бою надеюсь вам это видео понравилось надеюсь оно будет вам полезным с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии обязательно и всегда досмотрите видео до конца это самое главное для развития канала играть красиво всем пока ну Субтитры сделал DimaTorzok